два сценария для протухшей консервной банки владимир пастухов о том что процесс пошел мы узнаем постфактум по характерному чпок если загнуть все промежуточные стадии то последних станций у россии собственно 2 голова разделяется на два полушария через сколько разъездов стрелок и полустанков она до них будет добираться вопрос конечно интересный но в стратегических расчетах особой роли не играет чтобы объяснить это наглядно можно как в старом еврейском анекдоте моделировать будущее путинской россии на примере банки забродивших консервированных помидоров интересная же идея у такой банки две судьбы либо взорвется изнутри из-за внутреннего напряжения либо протухнет и отправится на помойку с помощью непреодолимой внешней силы кто-то понимает по аналогии с протухшей банкой у современной россии тоже имеются два конечных сценария как у ссср и как у нацистской германии мечта какая была мечта нашей страны в советскую судьбу будем голодать но будем строить авианосцы и коммунизм никому никому не пришло в голову что а можно не строить авианосцы б можно строить авианосцы и не голодать советский сценарий плотная крышка чем туже закручена банка с консервами тем труднее понять когда сложные химические процессы внутри нее достигают критических отметок конечно о том что что-то происходит можно судить по увеличившемуся количеству пузырей за стеклом или по вздутой крышке но понять какая из банок и когда именно взорвется заранее практически невозможно мы разговариваем о том что вот все эксперты мира предрекают что америка уже через какое-то время к осени она потеряет всякий абсолютно она обезводит уже ее доллар рухнет экономика этот доллар уже никому не нужен он за него ничего не не это самое простая бумага а вот трубы на сегодняшний день я очень жду осеннего саммита нашего брикс в казани на котором все таки я очень сильно надеюсь что появится 100 валюта при готовой доллар практически будет нам не востребовано это такой значительный будет прорыв по моему глубокому мнению если хотите победа победа в результате о том что процесс пошел мы узнаем как правило лишь постфактум по характерному чпок на антресолях и чему-то липкому капающему на голову с потолка наблюдающие за процессом снаружи лишены возможности даже приблизительно предугадать момент когда эту банку разорвет изнутри и кстати это не обязательно связано с тем моментом когда в банке загнется главный помидор может случиться раньше а может и позже владимир владимирович путин так или иначе мы обречены на сюрприз вот еще вчера стояла красуясь своей наклейкой со знаком качества а сегодня в перчатках собираем осколки никогда такого не было и вот опять как сказал бы незабвенный виктор степанович собственно так мы однажды утром и проснулись обнаружив что у советской империи снесло крышу почему россия слиняла как сказал василий розынов в 1917 году ну была православной тысячелетней русь почему она слиняла в два самой больше в три дня цитата розыновых было православие был один уклад на вдруг за несколько дней фактически или месяцев все другое сразу то есть это был колосс на глиняных ногах имеете ввиду октябрьский конечно все держалась на лжи то же самое было в девяносто первом году как только людям стали объяснять что вот видите ли здесь солгали здесь солгали здесь наши машины не ездят здесь наши диалоги не работают диски винил лучше все таки запада закупать да все же ложь все собрания были лживыми да все лицемерили приходили как фильме гараж и лицемерили вот почему трагедия и сейчас мы фактически в том же самом положении когда все хорошо опять вместо так сказать партия другая партия вместо кодекса строителей коммунизма библии все вроде бы хорошо но опять колосс потому что все держится держится на лжи германский сценарий крышка с вентиляцией правда есть способ продлить удовольствие можно проделать в крышке штыком дырочку и стравливать образующийся сероводород в окружающий мир через дырочку войны поддерживая внутри банки постоянное оптимальное для гниения давления я много читаю про становление третьего рейха сейчас и больше всего похожего вот как раз как как раз с тем временем такая вот германия 39 года этим путем шел германский нацизм но зашел слишком далеко здесь вопрос как всегда упирается в терпение соседей какое-то время можно конечно рассчитывать на то что они морща нос будут терпеть безобразие оставляя одну лестничную площадку за другой но бесконечно так продолжаться не может в конце концов им придется объединиться против нехорошей квартиры чтобы сломав дверь залезть на антресоль найти вонючую банку и выбросить ее на помойку истории этот режим намного опаснее это опаснее гитлеровского намного он у него я не вижу перспективы если честно у страны я не вижу я думаю что даже не то что у страны у россии к сожалению у мир сейчас огромнейшее огромнейшая опасность мир просто этого не осознал не осознали люди которые в америке получают деньги на этом и кажется что это где-то далеко и пытаются зарабатывать нет ребята этот путин придет каждому и он придет каждый даже американскую семью он придет он сейчас уже стучится туда и скоро будет открывать с ноги и это надо остановить не надо рассчитывать на бесконечное терпение уровень войне все-таки имеет значение это следует иметь в виду составителям постов медведева и речей путина между которыми я не вижу серьезных противоречий играя в психов важно не заигрываться но и здесь засада чтобы не заиграться необходимо регулировать дырочку и время от времени ее прикрывать фиговым листом миролюбия однако как только дырочка прикроется внутреннее давление создаваемое продуктами гниения начнет нарастать и возникнет угроза реализации советского сценария значит придется снова и снова браться за штык чтобы проковырять новую дырочку войны то есть куда ни кинь всюду клин для консервной банки разве что в мавзолей положить формалиновый раствор войну начали они в 2014 году мы ни на кого не нападаем да было бы смешно если бы не было так грустно и и и Продолжение следует...